Давайте поговорим о протоколе Hypertext Transfer Protocol или Http. В предыдущем видео мы говорили про протоколы IP и TCP. И оба эти протокола показывают, как перемещается информация от компьютера к компьютеру, от программы к программе, от службы к службе, через интернет и через сеть маршрутизаторов и компьютеров. Но обычно это только часть общей картины. Чаще всего, когда мы отправляем информацию программа самостоятельно, выдает нам ответ, какие из данных ею получены. Например, письмо к нам приходит через протокол TCP, используя порт 25 или веб-страница проходит через порт 80. Обычно существует определенная система правил для обработки полученных данных, и HTTP является примером такого протокола. HTTP – это единственный протокол уровня приложений, о котором мы будем говорить на этом курсе. Протоколы HTTP определяют набор правил, необходимых для передачи и обработки информации через интернет. В частности, HTTP точно определяет, как нужно делать запрос на веб-страницу, и как именно сервер, на котором размещается веб-страница, доставляет эту информацию клиентам. Этот протокол не отвечает за то, как должна переходить информация из точки A в точку B. Протокол HTTP отвечает за правила взаимодействия с веб-страницами. Это что-то наподобие того, когда ваши друзья машут вам рукой, то вы должны помахать им рукой в ответ. Это обычный протокол приветствия людей. HTTP – это протокол взаимодействия человека с веб-сервером. Если вы хотите получить нужную вам веб-страницу, то убедитесь, что вы сделали корректный запрос. Например, если вы отправите бизнес-письмо, то полученный ответ должен соответствовать установленному протоколу бизнес-писем. Существуют и другие протоколы прикладного уровня, о которых мы не будем говорить на этом курсе, но я назову их имена. Это протокол File Transfer Protocol, протокол Simple Mail Transfer Protocol для отправки писем, протокол Data Distribution Service, протокол Remote Desktop Protocol, который используется для получения удаленного доступа с вашего компьютера к другому компьютеру, и протокол XMPP, часто называют джаббер или чат, потому что его используют при общении в чатах. И существует еще много-много других протоколов. Каждый раз, когда вы используете какую-либо службу, она ожидает получить от вас какой-то запрос, и этот запрос должен иметь определенный формат. После чего вам возвращается информация по запросу, которая будет иметь указанный вами формат. Давайте в иллюстративной форме сымитируем наше общение с интернетом. Итак, мы очень счастливы и хотим перейти на сайт cats.com. Представьте, что мы говорим сайту cats.com «Эй, могу ли я увидеть вашу домашнюю страницу?» И сайт cats.com, вероятно, ответит мне «Конечно, вот она!» Но это больше похоже на человеческий вопрос и ответ. Как же этот запрос выглядит в HTTP? Ну, если запрос перевести дословно, то он будет выглядеть примерно вот таким образом. get slash http slash 1.1 от хоста host cats.com. В данном случае я прошу отобразить для меня веб-страницу www.cats.com. Если мы не укажем слэш в конце адреса, то мы перейдем на домашнюю страницу cats.com. Кроме того, в данный момент для взаимодействия с сайтом я использую протокол HTTP версии 1.1. Это аналогично тому, что я указываю сайту, что я сейчас к нему обращаюсь на французском или английском языке. То есть это просто формат протокола. Также это означает, что протокол версии 1.0 больше не используется. Итак, я обращаюсь через протокол HTTP версии 1.1 и хочу увидеть сайт, который находится по адресу www.cats.com. Покажи его мне. Под тремя точками находится информация, кто вы такой, то есть куда нужно будет отправить страницу сайта cats.com. Слово протокол HTTP 1.1 и адрес сайта – это две основные вещи HTTP запроса. Например, когда вы к кому-то обращаетесь, то указывайте его имя. Этот код похож на такое себе обращение к сайту. И когда сайт cats.com отвечает вам, конечно, получите интересующую вас страницу, то в коде это будет выглядеть вот так. Здесь говорится, я также говорю с помощью протокола HTTP версии 1.1. Я понимаю ваш запрос, про это говорит код 200.OK. Далее я отправляю вам такой HTML документ, а под тремя точками находится дополнительная информация. И как вы можете заметить, сайт выдает нам HTML документ, в котором находится содержание домашней страницы сайта cats.com. Итак, когда мы в запросе говорим сайту, я обращаюсь с помощью протокола HTTP slash 1.1. И тогда сайт нам говорит «все нормально». Я также общаюсь с помощью протокола HTTP slash 1.1. И сайт говорит «ваш запрос был одобрен, и я могу дать тебе то, что ты хочешь». Об этом символизирует код 200.OK. Вы запрашиваете HTML страницу, и сайт выдает запрашиваемую вами HTML страницу. И бывают случаи, когда ваши HTTP запросы не выполняются. Вы спрашиваете «могу ли я получить веб-страницу cats.html?» А сайт вам отвечает «у нас нет страницы cats.html». Конечно маловероятно, что по адресу cats.com не будет файла cats.html, но такое возможно. Итак, это был пример человеческого запроса к сайту cats.com. Как же этот запрос выглядит в браузере? Данный запрос будет выглядеть следующим образом. Сразу после слэша будет находиться название необходимой нам веб страницы cats.html. Этот запрос будет означать «перенаправьте меня по адресу www.cats.com.cats.html». Средняя часть верхней строки будет указывать, какую страницу я ищу на указанном ниже сайте. В текущем случае сайт cats.com не может выдать нам запрашиваемую страницу, у него ее просто нет. В результате чего вам отобразится то, что вы наверное видели раньше «http.11.404.notfound». Сайт не нашел то, что я на нем искал. Вместо этого сайт выдал мне другую html страницу, а именно html страницу, которая отображается при ошибке 404. В случае с сайтом cats.com на этой странице может быть картинка с грустными котами в корзине рядом с текстом 404 ошибки, и вы расстроитесь, что не получили ту страницу, которую искали. Это базовые правила «как могут выглядеть запросы и ответы в протоколе http». Эти базовые принципы очень похожи на человеческое поведение при взаимодействии с друг с другом. Например, когда мы кому-то отправляем и потом получаем письмо в определенном стиле. Протокол http в значительной степени создает определенные каноны или правила для взаимодействия устройств с веб страницами и html файлами. Итак, первая строка в запросе указывает на версию протокола http и эта строка называется http request line или строка запроса. Обычно это первое, что передается как часть http запроса при подключении через протокол http. Например, как я рассказывал ранее, когда вы к кому-то обращаетесь, то указываете его имя, после чего адрес понимает, что вы обратились к нему на известном ему языке. И этот http запрос имеет подходящий для него стиль или формат. Вероятнее всего, что запрос по протоколу http будет осуществляться с помощью версии 1.1, так как версия 1.0 больше не используется. На курсе cs50 мы будем рассматривать метод get, который чаще всего используется для отправки http запросов. Однако существует также метод post, о котором мы поговорим немного позже. Также мы поговорим о методе запрос цель или request target, который используется для получения интересующей вас страницы. Итак, как я говорил ранее, имя хоста или хост name указывается в отдельной строке и чаще всего это вторая строка запроса. В имени хоста или хост name указывается конкретный ресурс или сайт, который мы ищем. В предыдущем примере мы рассматривали сайт www.cats.com и в строке хоста был указан адрес cats.com, а в строке запроса находился файл slash cats.html, который является целью моего запроса. Так что в общем я попросил доступ к html файлу по адресу www.cats.com slash cats.html. Итак, вы при отправке запроса можете получить в ответе соответствующие коды состояния. И от того, существует ли файл или может ли ресурс предоставить вам запрашиваемый файл, будет зависеть какой код ответа вы получите. Некоторые из этих кодов ответа вы уже видели. А такой код как 200OK вы могли и не видеть, так как он скрыт от отображения. Вместо кода 200OK нам отображается нужная нам страница. А вот ошибка 404 нам достаточно часто отображается, чтобы мы видели, что то что мы запрашиваем отсутствует. Итак, давайте рассмотрим какие коды состояния вы можете встретить. Опять же замечу, когда сервер отвечает нам, то он посылает ответ на указанный нами статус версии http. Чаще всего это http версии 1.1. Итак, какие же существуют коды состояния? Преимущественно, наши запросы успешны. И при успешном запросе мы получаем ответ, который относится к классу success. Он имеет код 200 и текст OK. Что это означает? Это значит то, что все хорошо. Мы выполнили запрос и получили на него ответ с запрашиваемой вами информацией. Иногда вы можете получить класс кода состояния, который указывает на проблемы при выполнении запроса и имеет имя redirections или перенаправление. Этот класс имеет два кода состояний. Первый это код 301 с текстом moved permanently. Он означает то, что страница теперь находится в другом месте, и большинство браузеров автоматически вас на нее перенаправляют. Если вы не используете устаревший браузер, то у вас не будет на экране отображаться код 301. Потому что код 301 является частью удачного запроса пользователя, в конечном итоге которого вы получите запрашиваемую веб страницу. Так как современные веб-браузеры сразу же перенаправляют на нужную веб страницу. Иногда вы можете получить код 302 с текстом found и он отображается, когда страница временно перемещена в другое место. В этом случае, при получении браузером запроса, браузер не будет автоматически перенаправлять на новое местоположение искомой вами страницы. Таким образом, вы могли видеть код состояния 302 с текстом found, который говорит, данная страница на время перемещена в другое место. В конечном итоге, через некоторое время, нужная вам страница вернется на прежнее место. Следующий класс кодов состояния это Client Errors или ошибки клиента. Коды состояния с кодом 400 и 500, которые мы рассмотрим позже, всегда отображаются клиентом, в отличие от рассмотренных состояний с кодом 200 или 300. Вы могли видеть код 401 с текстом unauthorized. Чаще всего эта ошибка возникает, когда вы пытаетесь получить доступ к данным пользователя, при этом не авторизовавшись. Например, когда вы хотите войти в свой профиль на Facebook или в другой профиль. То есть, если вы пытаетесь получить доступ к данным пользователя, при этом не авторизовавшись, то вы не увидите запрашиваемую страницу. Вместо этого, вам отобразится ошибка с кодом 401 и текстом unauthorized, которая говорит, вы получите нужную вам страницу, но сначала войдите в ваш аккаунт. А ошибку с кодом 403 и с текстом forbidden вы можете получить независимо от того, авторизовались вы или нет в своем профиле, так как вы запрашиваете у сервера файл, на который у вас нет прав доступа, но при этом этот файл существует. Чаще всего эти файлы находятся на сервере и используются администратором сайта, но доступ к этим файлам запрещен всем остальным пользователям. Запомните, файлы существуют. Сервер не говорит, что этих файлов нет, он просто говорит, что не даст вам этих файлов. И это не зависит от того, авторизованы вы или нет. И наконец, третья ошибка с кодом 404 и с текстом not found, которая говорит, я бы с удовольствием выдала вам нужную страницу, но ее нет на этом сервере. Также иногда в окне браузера вы можете увидеть класс кодов состояния serverErrors или ошибки сервера. Этот класс имеет коды состояния с кодом 500 и с текстом internal serverError. На самом деле код 500 ничего не говорит о причине возникновения ошибки, но из этого выходит, что вы произвели корректный запрос, однако этот запрос не может выполнить сервер и именно из-за него происходит ошибка. Итак, код 500 это обобщенный ответ ошибки сервера. Также вы можете увидеть ошибку с кодом 503 и с текстом service unavailable или сервис недоступен, а также ошибку с кодом 504 и текстом getaway timeout или вышло время соединения. Данная ошибка появляется, когда в браузере долго отображается загрузка, но страница не загружается. Сервер хотел выполнить ваш запрос, но что-то пошло не так не у вас, а на стороне сервера, после чего произошла данная ошибка. На этом мы завершаем рассмотрение основных классов и их коды состояний. Теперь давайте откроем браузер и я покажу вам эти коды состояний, если вы некоторые из них никогда не видели. Все эти коды отображаются в developer tools или инструменты разработчика браузера. Итак, я перешел в окно моего браузера и я хочу узнать немного больше про http запросы. Когда что-то идет не так, то в результате мы получаем ошибку с кодом 404 и мы ее видели, нам не нужно ее показывать еще раз, но как увидеть другие коды состояний и как нам увидеть наши запросы в действии. И чтобы увидеть интересующую нас информацию, нам нужно открыть инструменты разработчика. Инструменты разработчика встроены в большинство современных браузеров и они позволяют нам видеть дополнительную информацию, которая передается с нашими запросами. В данном случае я буду использовать google chrome. Чтобы открыть инструменты разработчика в хроме, вы можете нажать клавишу F12 и они появятся справа в вашем окне. Набрав запрос, я увеличу масштаб, чтобы мы могли видеть, что здесь происходит. Итак, я зумируюсь к адресной строке и здесь ввожу запрос на адрес сайта и его страницу, а именно я хочу перейти по адресу www.google.com. Вероятно, вы все ранее выполняли этот запрос. Итак, жмем Enter. И теперь в инструментах разработчика я перехожу на вкладку Network и вы видите здесь вот такую таблицу. Практически везде отображается код состояния 200OK. Я не знаю, почему здесь также отображен код 302 found. Я не думал, что его тут увижу. Однако я только что сделал простой запрос страницы Google. Но кроме этого страница Google сделала еще много собственных запросов от моего имени в другие места. Я сделал запрос на получение страницы Google и в результате также получил много кодов состояния со значением 200OK. Как я и говорил, состояние 200OK не видно на экране, так как он указывает на успешно выполненный запрос. Существует еще один сайт, на котором мы можем увидеть код состояния 301. И не все знают, что Facebook не всегда имел адрес facebook.com. Давным-давно Facebook имел адрес www.thefacebook.com, потому что они не могли длительное время купить доменное имя facebook.com. Таким образом, я планирую получить код состояния 301 и посмотрим, что из этого выйдет. Я ожидаю здесь получить информацию о том, что Facebook постоянно перенаправляет пользователей с сайта thefacebook.com на сайт facebook.com. Итак, я ожидаю, что после моего запроса в верхней части инструмента разработчика будет код состояния 301, после чего браузер перенаправит меня на сайт Facebook. Опять же замечу, я не могу увидеть код состояния 301 во вкладке моего браузера, потому что в результате получения кода состояния 301 браузер автоматически перенаправляет пользователя по текущему адресу. У меня современный браузер и он в любом случае перенаправит меня по адресу facebook.com. Но посмотрим, что же произойдет. Итак, я ввожу в адресной строке thefacebook.com и жму Enter. И давайте в окне инструментов разработчика переместимся вверх к первому статусу запроса. Вот здесь в самом верху у нас выполнен запрос к сайту thefacebook.com, после чего мы были перенаправлены и отобразился код состояния 307, который говорит, что этот сайт доступен по другому URL, после чего я попал на более знакомый вам адрес www.facebook.com. Таким образом, все вышеупомянутые кода ответов переходят к нам, даже если мы их не видим. Я не собираюсь показывать вам коды статусов 401, 403, 404, поскольку вы могли их видеть при использовании интернета. А также я не покажу вам коды статусов с кодом 500, потому что я не знаю адрес неработающего в данный момент сервера. Но знайте, эти коды состояния существуют, и мы можем их найти и увидеть, даже если они скрыты. Меня зовут Дак Ллойд и это курс CS50. Продолжение следует...